всем привет итак 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 по мере того как я делал там обзоры на те игры которые можно собрать и запустить под linux я заметил что большинство из них но не большинство а многие написаны с использованием sdl что такое sdl но википедия пишет sdl это свободная кроссплатформенная мультимедийная библиотека реализующий единый программный интерфейс графической подсистеме звуковым устройством и средством ввода для широкого спектра платформ короче она поддерживается для linux windows macos ios и android также доступна для языков в многих языков и все такое короче кроссплатформенная библиотека по работе с графикой там со звуком с джойстиками и все такое вот и есть список игр но здесь список неполный потому что какие-то игры я видел которые были написаны с использованием sdl но мне всем так вот в основном это 2d игры но даже вот есть 3d ну sdl там наверное постольку поскольку используется хотя хотя фиг его знает короче я решил почему бы не запилить какие-то уроки по sdl и чтобы не придумывать свой велосипед свой велосипед вот здесь где-то была ссылка на туториалы я нашел вот такой вот туториал да я беру чьи-то уроки не свои и об этом я честно и открыто говорю вот эти уроки соответственно но вы можете чтобы не слушать меня не смотреть просто брать и читать делать либо же вы можете брать и смотреть меня то есть я буду стараться ну как где-то будут добавлять не то что свое а чуть-чуть в расширенном варианте наверное вот чем здесь написано дальше я заметил что здесь уроки они такие маленькие соответственно я так подумал и решил что у меня видео тоже будут соответствии с уроком что тут дается то у меня тоже будет возможно я даже внесу какие-то свои изменения без этого никак то есть да для этого нужно потрудиться ну к примеру там может быть вывод будет hello world а я просто напишу тест это тоже немало усилий нужно для этого сделать но на что-то конечно же будет от меня в том плане что я покажу возможно справку возможно какую-то функцию деталь не рассмотрим и все такое короче но большая часть подавляющая часть информации конечно же вот отсюда есть дальше у меня будут уроки например 1 2 3 4 5 а потом вдруг выйдут 8 9 10 это означает что 6 и 7 на платной подписке патреоне вы скажете чё за бред в платной подписке патреоне ведь можно же это все тут посмотреть конечно же можно и я вас не заставляю я вам показываю откуда я беру а патреон это а способ поддержки канала чтобы канал развивался вот ну думаю все приступим к первому уроку это все как вы видите будет происходить на ubuntu соответственно если мы кликнем первый урок здесь сразу пойдет установка этого всего я же в свою очередь это показывать не буду единственное что я покажу так это то что я устанавливал это все из синаптика тогда когда еще мы тогда когда я еще делал обзоры вот этих игр так вот и вот здесь нужно было бы установить там либо sdl либо sdl где-то тут ну вот наверно dev development files for sdl возможно еще чего-нибудь короче короче вот так вот это я пропускаю соответственно соответственно к шагу 2 перейдем и вот здесь шаг 2 и непосредственно сейчас в пути посмотрим что в пути да я использую китик рейтер соответственно здесь просто нужно будет подключить либо sdl 2 вот и непосредственно непосредственно то есть каждом уроке вот будет ссылка непосредственно на этот даже копирайты сохранены вот ну что ж приступим на что у нас в этом уроке в этом уроке просто создание простого окна и начинается наша программа с того что у нас есть ширина и вот ширина и высота экрана то есть это мы задаем в пикселях это две константы дальше дальше что что нам нужно но для того чтобы что-то нарисовать sdl конечно же использует какие-то свои переменные переменные функции вот в данном случае мы заводим указатель на какой-то объект то есть сама sdl написано на языке си поэтому это не классы это обычно какие-то структуры так вот заводим переменную window которая будет указывать на окно и screen surface это у нас поверхность экрана то есть с помощью то есть эта переменная будет указать на указатель да на некую структуру на объект вот этого типа и обращаться обращаясь к ней мы сможем что-то там рисовать дальше самое важное чуть ли не самое важное перед тем как использовать хоть какую-то функцию из sdl нужно сначала вызвать sdl и нет что такое sdl и нет давайте откроем вики вики и в вики вот здесь откроем api by name можно по категориям открыть но по категориям нам не надо нам надо по имени по имени вот по категориям здесь ну как можно и по категориям но нам по имени надо дальше нажимаем контроль фы и вставляем то что мы скопировали а скопировали мы имя функции и так смотрите sdl и нет используйте эту функцию для того чтобы инициализировать sdl библиотеку то есть перед использованием всех других функций sdl нужно первым делом инициализировать библиотеку сюда передаются флаги что это за флаги но эти флаги расписаны вот здесь в данном случае мы передаем и нет видео это видео с подсистема то есть а автоматически инициализирует какие-то события под системы вот ну что это все такое думаю в последующих уроках мы разберемся дальше смотрите написано если вы хотите инициализировать под системы от отдельно вы можете вызвать sdl и нет и передать туда 0 соответственно где-то в своей программе поэтапно инициализировать под модули вот соответственно соответственно давайте посмотрим что это за функция она возвращает значение типа int и если будет возвращено 0 значить или минус значить у нас проблемы так вот идет так риту а мне и 0 если все успешно или негативно если ошибка если ошибка смотрите есть очень удобная функция sdl get error то есть если после вызова этой к примеру и либо этой либо этой либо этой функции но происходит ошибка а каждая функция если она может вернуть ошибку она возвращает давайте sdl к примеру create window вот sdl create window по идее если ошибка создания да она вернет эта функция нул нулевой указатель соответственно если к примеру нул мы спрашиваем что это за ошибка то есть sdl get error возвращает строку в сишном виде в котором подробно описано что за ошибка поэтому используйте эту функцию очень хорошая и удобная так вот так вот если у нас значение негативная значит произошла ошибка и мы это все напечатаем напечатаем ну давайте вот так вот попробуем давайте попробуем запустить нет все у нас создалось окно ладно экспериментировать сейчас не будем дальше если у нас все нормально и наша sdl было проинициализировано мы создаем окно соответственно с функция sdl create windows создает окно вот это у нас непосредственно оглавление то есть ну title вот он да sdl tutorial вот дальше есть еще еще несколько параметров что это за параметры будем будем пользоваться справкой что мы здесь видим title да дальше 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 у нас x и y x и y это позиции на экране то есть если мы установим по нулям по нулям по нулям по нулям значит у нас окно будет в левом верхнем углу то есть инициализироваться иначе же можно просто не высчитывать к примеру ваше разрешение экрана а воспользоваться таким флагом с центра маска это означает что окно будет по центру дальше мы ширину и высоту окна и еще какой-то флаг чё это за флаги ну я думаю вы сможете и сами почитать и и и и и поэкспериментировать вот в данном случае у нас прошел он где он шоу 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 чё-то я не вижу так а вот он о игнорируется так значит значит ладно 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 не будем отвлекаться так вот ну это было из 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 давайте об анжель поставь а вот говорит игнорируется об анжель по ходу говорит о том что window окно будет использовать об анжель контекст или window окно будет использовать вулкан инстанс то есть если вулкан есть то-то-то будет использовать короче короче что еще еще ну смотрите смотрите по поводу по поводу по поводу вот этих флагов да есть windows центра или windows post undefined если он дефайн это undefined то то давайте посмотрим она вряд ли по центру будет они по центру но это наверное зависит от реализации но эти флаги эти флаги вот я нажал f2 и перешел и мы можем посмотреть их вот здесь вот есть центра от вот есть он дефайн от и вроде бы все дальше дальше мы создаем окно после этого мы имеем указатель непосредственно на наше окно дальше так как окно уже создана на надо получить непосредственно непосредственно поверхность поверхность для того чтобы рисовать и вот мы получаем и вызываем функцию get windows surface мы указываем поверхность какого окна нам надо получить соответственно вот переменная которая хранит указатель на эту поверхность вот получили мы поверхность дальше что мы делаем дальше мы вызываем функцию sdl fill rect ну судя по названию мы заполняем рект ректангл то есть какой-то прямоугольник да то есть мы указываем смотрите взять вот эту поверхность что это за параметр сейчас посмотрим и и и и зарисовать вот таким вот цветом то есть это в 16-ти личной системе но я думаю вы понимаете что это значение 255 255 255 то есть здесь мы видим залито все белым цветом давайте попробуем изменить какой-то на параметр то есть данном случае вот цвет будет вот такой так давайте посмотрим на эту функцию давайте посмотрим sdl fill rect ой 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 я не чуть-чуть неправильно сделать сейчас секундочку вот будем открывать новом окне могли бы здесь это сделать да там в html надо кое-что поменять и она все любой клик кликал бы в новом окне так 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 но пока открывается апдейт что это такое это говорит о системе sdl что нужно обновить обновить окно соответственно происходит перерисовка и здесь мы ждем 2000 миллисекунд что в переводе на секунды получается две секунды то есть мы ожидаем две секунды и у нас окошко автоматически закрывается да вот так открылась sdl fill rect что это такое давайте посмотрим на параметры это непосредственно 1 destination это наш 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 непосредственно поверхность наша дальше нул это здесь указывается какой прямоугольник нужно закрасить то есть если нул значит все будет закрашено вот таким вот цветом потому что третий параметр это у int 32 но эта функция переводит наш rgb в одно число ну да то есть из трех значений там 255 255 255 мы получаем одно какое-то число в котором все это зашито теперь смотрите вместо нул по идее можно же можно же указать какую-то область давайте сразу же не отходя от кассы попробуем rect rect это по идее прямоугольник но если вы не уверены вы можете выбрать этот тип да вот описание типа вот он тип нажать f2 и перейти непосредственно к описание здесь мы видим 104 параметра x y и ширина и высота значит давайте зарисуем с x и y 100 100 и шириной по 200 например красным цветом попробуем попробуем а значит значит судя по этой функции мы видим да у указатель но объект у нас есть значит мы можем передать адрес этого объекта вот взять ссылку и давайте зарисуем не красным давайте осиним так rgb рид 0 будет blue 0 ой rg green 0 то есть три цвета а blue 255 давайте запустим и что мы видим все у нас получилось то есть мы непосредственно непосредственно зарисовали а теперь давайте вот этот апдейт все файс сделаем перед отрисовка но перед зарисовкой нашего синего квадрата как вы видите ничего не происходит не происходит потому что потому что потому что короче в конце надо говорить sdl системе что нужно что-то перерисовать вот ну думаю на сегодня все то есть сегодня мы создали первое окно как увидите ничего сложного нет очень легко и просто но пока в целом библиотека как я уже увидел написано для людей людьми для людьми для людей вот вот это обновление это задержка в нужное количество миллисекунд ну и соответственно здесь у нас никакого цикла нету у нас завершается программа мы уничтожаем окно после чего бы была инициализация это как бы обратная до завершаемся этом под системы вот ну на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока